Пресс-конференция у нас с инициаторами проекта для сессии Харьковского городского совета по территориальной обороне города, ну и примутые харьковские депутаты в проектное решение за основу своего голосования. У нас сегодня Дмитрий Тетюнок, координатор форума народного действия, Виктория Черевков, член правления партии Демальянс, Надежда Савинская, представитель Демократического Альянса, ну и Сергей Сыч, активист общественного штаба обороны. Виктория, первое слово вам. Что это за проект? Как он образовался? Я так понимаю, это все-таки вентиляция нескольких таких инициацій. Дуже дякую, Дмитрий Тетюнок. Повернемся трошки на кілька месяцев назад. Чому, власне кажучи, незважаючи на все наше дуже відкрите ставлення до діяльності міської влади в останні роки, ми пішли на конструктивну дорогу переговорів з ними. Тому що дуже багато критичних подій відбувалося в останній місяці в місті. Дуже багато подій, які розхитували ситуацію. Ми розуміли, що наша участь в цьому також має бути більш конструктивною. І замість того, щоб голосно кричати, що всі неправі і всі роблять не так, ми вирішили йти на зустріч, всі йдома. І пропонувати все ж таки проєкти рішення про те, як це має бути на нашу думку. Для того, щоб частково полегшувати роботу дебатами міської ради, для того, щоб думка наша була аргументованою і почутою. Тому що всі неправі, це вже не працює. А давайте подумаємо над цим, такі підходи можуть спрацювати. І ми зібрали в першу чергу досвід, провідний досвід різних міст України. Ми дивились, як там працюють ті підходи, що ми хочемо запропонувати. Тому мої колеги зараз трохи більше розкажуть, які ж конкретно кейси ми запропонували міській раді, як такий тест на спроможність співпрацювати з тими, хто знаходиться по ту сторону дверей від них. Ми говорили з ними про зміни до регламенту, про тему, яка пересічному харків'яну може здатися достатньо незрозумілою, бюрократичною, нудною, але насправді вона давала можливість нам, будь-кому, контролювати, як я наводжу цей виболений приклад, чому саме 6 мільйонів гривень відділяється на будиночок для жірафа, скільки грошей відділяється на школу в нашому районі, чи на дитячий садочок. Тому ці зміни давали нам можливість зробити діяльність тих, хто не хоче її відкривати, хоча б трохи більш відкритою. Про реакцію розкажуть мої колеги. Так само потім ми перейшли на наступну тему, яка є надзвичайно болючою до кожного харків'яна, як на місце, яке на кордоні з державою-агресором. Ми запропонували місту проєкт рішення про внесення змін до проєкту заходів по обороноздатності нашого міста. Це також був досвід провідних історій успіху України. Про те, як на це реагують наші представники влади, також колеги розкажуть більше. І тому це ж таки більше до прикладів, більше до того, як це відбувалося або як це не відбувалося протягом останніх місяців. Я попрошу про спробу відкрити міську раду, трохи більше розповісти надію. Відкрити інформаційне, так, розумію? Я би сказала навіть відкрити в прямому сенсі цього слова, відкрити двері. Доброго дня всім. Відкрити міську раду, цей процес почався ще в грудні місяці. Харківська громадськість, в тому числі політична партія Демальянс, захотіли потрапити на сесію міської ради. Це регламентується Конституція України, це регламентується законом про місцеве самоврядування, регламентами Харківської міської ради і так далі. Але, на жаль, тоді потрапитися не вдалося. В прямому сенсі цього слова, міська рада закрита для громади Харкова. Вийшло, що створилося декілька конфліктних ситуацій, причому конфліктних із фізичної точки зору. Декілька сесій стали такою точкою напруги в місті, в місті прифронтовому, де не можна допускати конфліктності. Відповідно, Демальянс запропонував таку ініціативу оновити регламент згідно діючого законодавства, тому що дійсно він не відповідав закону про доступ до публічної інформації і так далі. Ми запропонували свій проєкт регламенту. Я з собою взяла табличку, яку нам вже на одній з робочих груп запропонувала Харківська міська рада. Тут є редакція, яку пропонував Демальянс, і є редакція, яку пропонує Харківська міська рада. Так отут таким жирним шрифтом виділено те, що ми хочемо змінити фактично. І всі ці речення і пропозиції, які ми хотіли змінити безпосередньо, пропозиції міської ради не відобразилися. Тобто вони їх не прийняли. Єдина поправка, яку вони внесли, вагома єдина поправка, це 24 години подання пропозиції за 24 години, подання дозволу на відвідування сесії міської ради. Плюс змога громадськості, якщо вона не потрапляє до зали, до сесійної безпосередньо, відвідувати сесію міської ради в прямому ефірі, в будівлі міської ради, в інших запропонованих для цього спеціальних приміщеннях. Всі інші пункти, на які я хочу зараз наголосити, вони були, дійсно, ще жорсткіше регламентують відвідування міської ради. Наприклад, дуже дратує те, що безпосередньо сам мер Геннадій Адольфович Кернес говорить про те, що він хоче чути кожного, він звертається до кожного харків'янина і так далі. І тут же в цьому регламенті не дозволяють громадськості, яка присутня на сесії, не дозволяють виступати. Тобто виступив непередбачено. А на останній сесії міський голова в усному інформуванні сказав про те, що так як ви сюди ходите незрозуміло для чого, краще ходіть на профільні комісії, то я буду взагалі від громадськості давати лише до трьох хвилин одній людині слово. В пункті різному. Прошу зауважити, що пункт різний – це останній пункт в порядку денному. Тобто повпливати громадськість на конкретні прийняття рішень не може. Ніяким чином, тому що її виступ, щоб почули депутати, їм в пункті різному після того, як сесія вже завершується. І тепер я затрукнулася питання постійних комісій. Гірше до того, що подали ще один. Міська рада подала ще один проєкт, в якому вона жорстко регламентує відвідування постійних комісій міської ради. Тобто вони постійно заявляють про те, що ми не ходимо і не працюємо в постійних комісіях, що громадськість не цікавиться життям постійних комісій. Тепер вони регламентують жорсткою, щоб громадськість не могла доди потрапити. Такими речами, що якщо приміщення не пристосоване і так далі. А якщо чесно, той, хто був на комісіях постійних, він знає, що приміщення там невеличке. Тобто вони не вміщають дійсно велику тількисть людей. Але це фактично фізично унеможливлює відвідування. Про виступи я хотіла наголосити, що реально змоги докричатися немає. І дуже важлива річ, на мій погляд, це суперечить Конституції України. В кожному майже пункті було включена така річ, як відвідування сесії міської ради членами територіальної громади міста Харкова. Чому? Тому що юридичний відділ міської ради говорить про те, що тільки член територіальної громади має право на місцеве самоврядування. Так є за Конституцією. Але ми говоримо про те, що це фактично порушення прав і свобод на право на реалізацію праву, якщо ти живеш, присутній в Харкові. І вони в регламенті тут регламентують, що член територіальної громади, окремим пунктом виносить, що член територіальної громади, це той, хто має паспорт громадянина України з постійною пропискою в місті Харков. З постійним місцем реєстрації. Це, на мій погляд, унеможливлює участь тих, хто зараз, таких у нас дуже багато, внутрішньопереміщених осіб, які не мають реєстрації в місті і так далі, але проживають, беруть участь у життєдіяльності міста, впливати якось на ситуацію в місті. Тобто, фактично, підсумовуючи цей проєкт по регламенту, по відкриттю великої, широкої компанії, по відкриттю міської ради взагалі, я хочу сказати про те, що ось це, це імітація того, що нас хочуть почути. Фактично, жоден з наших пунктів не був почутий для того, щоб дійсно вибудувати конструктивний діалог. Тому я відкрито заявляю, що міськрада не хоче йти на конструктивні речі, вона лише імітує ціли. Дякую. І чи почув кожного міський голова та міська рада, коли ми говоримо про оборону міста, я попрошу розказати наших колег, які з боку громадськості, як ніхто інший, знаються на цих питаннях. І перший ініціатор зроблення проєкту, який виходив до міської ради, не проти тюнни, перш не щораз кажуть, що було зроблено з цього приводу. Маліка предісторія. Общественими організаціями і другими організаціями, такими як «Альянс», «Форум народного дійства», «Общественный штаб оборони», «Гражданська самооборона» і другими активистами-порчанами, було розвиток зроблено працювати рішення об утвіждіні програми мероприятий об'єктуєю обороноспособності і територіальної оборони города Харків на 2015-2020 годі. Іспользовався опыту многих городів, які вже в інших городах України, де не така ж опасна ситуація, як в нашому городі, подібні програми були приняты ще в 2014 році, наприклад Вінниця, Тернопіль, Черкаса, Київ, Львов, Днепропетровський, інших городів. Данным проєктам рішення ми допомагаємо сделать следующий пункт – виделити деньги з городського бюджету, з резервного фонду до 50,5 млн грн в цілому на реалізацію данного програми в цьому року. Следуючий пункт – організація видеонаблюдення місць масового скоплений людей, а також других місць на більш вероятного совершення територістических акт. Курсы герой медицинской помощи в екстренной ситуации для населения города Хайкландс. Реабилитация и социальная адаптация участников антитеррористической операции. Создание на базі действующих воинских частей подразделения МДР военно-патриотических кружков целью получения молодежи на навыках безопасного поведения в условиях военной и террористической угрозы. Пятый пункт – создание общественных формирований по охрані общественного порядка совместно с органами внутренних дел в городе Хайкландс. Шестой пункт – расставление глупообежища и других укрытий в городе Хайкландс. Седьмой – проведение общебных тревог и эвакуации на предприятиях и организациях всех форм собственности в городе Хайкландс. Восьмой пункт – расходы на материально-техническое обеспечение подразделения МВД, СБУ, воинских частей, участвующих в обеспечении общественного порядка на территории города Хайкландс. Девятый пункт – компенсация 100% за коммунальные услуги работникам милиции и военнослужащим, которые защищали независимость суверендец и территориальной согласенности в Украине и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции для тех, кто на территории города Хайкландс проживает. Десятый пункт – материальная помощь работникам милиции и военнослужащим, получившим ранения и террану во время действия службы в связи с защитой независимости суверендец и территориальной целостности в Украине. То есть 10 пунктов – мы предлагаем выделение денег из городского бюджета в данном проектном решении. Рассчитан проект решения на его действие на 6 лет. Плюс предусматриваем, если будут возможность привлечь средства спонсоров, задействовать спонсоров. Главный аргумент, который использовала городская власть, в частности, на городе, почему не принимать, например, в предлежении 2% в целом бюджета городского совета отправить города, отправить на оборону, потому что город не имеет никакого отношения к обороне, пусть этим занимаются силовики, а мы будем садить цветы и убирать дороги, это к нам не относится. Но, как видим, другие города еще год назад уже год прошел с тех пор, как приняли подобные программы, они действуют довольно успешно. Ну и кроме того, как уже отмечалось, что городская власть критикует общественность, в основном, потому что никаких конструктивных решений, только требования и вот конструктивные решения. Демальянс представляет регламент, конструктивные решения. Мы хотели бы просто описать еще, какая работа была, это описывает открытие городского совета, какая работа была проведена с депутатским корпусом. Мы подали данный проект решения на все комиссии, главном комиссии для рассмотрения, и на комиссиях еще будем понимать данный вопрос. Обратились уже более чем 60 депутатам Харьковского городского совета, для того, чтобы они поддержали данный проект решения на сессии, передошли свои поправки, если видят в этом необходимость, и проголосовали за данный проект решения. Просто даже если говорить про открытость, два слова, наверное, немножко позже, сейчас еще Сергей Сынович может про оборону чуть-чуть, а потом я про открытость. Что мы в ходе, просто когда шли с данной программой к депутатам, что открыли для себя в плане открытости. Сергей Сыч, активист общественного штаба обороны, я так понимаю, вы принимали участие тоже в законе? Да, безусловно. Ну, что можно добавить? Во-первых, общественность города Харькова, то есть, то есть, то есть, это сама громадская, да, которую, якобы, защищают, представляют интересы в совете некоторые депутаты, включая нашего мэра, подготовилась и сделала за них их работу, да, то есть, это не то, что там, дайте нам денег на что-нибудь, это серьезная, продуманная работа, многое из этого уже сделано в практическом плане, поэтому нами сами. Вот мы платим наруги, вот наш мэр, вот наш, ну, горсовет, чуть ли не сказал, горсовет, мы граждане города, мы Украины, мы грамадские, давайте нашим предложениям помогите нам, зовите, помогите нам, не сделайте за нас, помогите нам. Вот мы сделали эту работу, ребята написали документы, предложили, что мы имеем в виду? В итоге, это никому не нужно, да, вот так вот. Вот это акционерное общество, вонсовет, закрытое, в области с нашим мэром, они считают, что это никому не нужно. Если эти господа имеют информацию, стопроцентную, что войны не будет, да, к нам никто не придет, мы все об этом расскажем. А ее и нет. Ну, конечно. Сергей, можете подробно рассказать об общественном штабе обороны, что это? Общественный штаб обороны, это, скажем так, общность, организации, которые объединились с одной простой целью, защитить себя, свои семьи, свой город, свои жизни, вот, врагов, да, врагами мы сейчас можем называть Российскую империю, ну, извините, Российскую империю, другие деструктивные элементы с Донбасса, то есть, учитывая, ну, знаете, если мы видим, что нас никто не защищает, мы пытаемся защититься сами. Вы сказали, что многое из программ уже сделано Вами самими, не могли бы Вы хотя бы несколько примеров? Да, безусловно, во-первых, ну, начнем с того, что, общаясь с нашими коллегами, да, с горожанами выяснили, что сейчас большой спрос на медицинскую подготовку, особенно вот у наших прекрасных женщин, которые стояли с нами на Майдане, защищали Харьков и Украину от сепаратистов. Мы сами договорились, разработали программу, нашли инструкторов и вот в сотрудничестве из госпиталя на МВД на их территории уже провели за последний месяц, дай бог не помню, 7 или 8 обучающих дней, наверное, таким образом. каждая программа и, соответственно, не расширяется. То есть, это свободный доступ. Кто хочет, те приходят. Тем, кому достаточно, они прошли там, ну, в среднем около 100 человек посещал эти, курсы. Там каждую программу где-то больше, где-то меньше, кто-то что-то знает. Ну, образно говоря, таким образом на сегодняшний момент мы имеем приблизительно 300 человек, которые могут оказать медицинскую помощь в любых чрезвычайных ситуациях, даже не говоря о войне. Это нас. Другие моменты, ну, наверное, не о всём можно говорить, это подразделения самообороны в прямом смысле. Ни для кого не будет ни секрета. Люди, видя, что нас не будут защитить, мы пытаемся защититься сами. Вы имеете в виду подготовку? Так точно, это военная и тактическая подготовка. Начиная от АЗО, для тех, кто никогда не ходил, и учитывая повышение квалификации, для тех, кто когда-то был в армии, в милиции, ещё где-то. Это системная работа? Да, это системная работа. Мы сами находим своих инструкторов, как правило, это люди с боевым опытом, до, или, нынешним, это инструктора, мы используем, может, самые передовые знания в этой области, и один маленький момент, мы сами себе покупаем на область. Ну, официально, да? Да, безусловно. То есть мы понимаем, что нас государство, или в данном случае, мэрия, не может на 100% защитить, поэтому мы сами, в нынешние кризисные времена, сами покупаем хорошие для самозащиты себя. Потенциально, вы понимаете, сколько координироваться есть? Есть связи, но на областном уровне, с областными структурами, украинскими, про городские, мы не говорим здесь ничего. То есть их нет. Это люди, вот замечательный пример, бюрократы, которые нечего не делают, или не делают работу, и терпали правду. Скажите, про гравы по другим городам, какие это суммы? То есть у Киев? Это отверстие нет. Это же надо по цифрам. Да, вот, например, если говорить про, я вам только вот один пример приведу, по Киеве. В Киеве на компенсацию, ну, если говорить на компенсацию, просто разбирал по Киеве, приняли предложение, предложение, именно компенсация 100% для тех, кто участвовал в боевых действиях. Простите, но это не оборона, это другие статисты. данные от Гиеву. Нет, для меня... То есть у Киеви должна принимать цифры? Смотрите, Киеве принимал, и в Киеве, ну, про Киеве, я вам бы привести пример, только по коммунальным услугам. То есть там, например, по цифрам. Там 3,5 тысячи человек уже на данный момент имеют удостоверение в частных действиях. Для них они зарезервировали 8 миллионов гривен для того, чтобы компенсировать им и их семьям оплату коммунальных услуг. Это по Киеву. 8 миллионов за резервирование, 8 миллионов выделили и 2 миллиона как резерв. По нашей программе мы предлагаем 10 миллионов, хотя на данный момент у нас есть информация, что 1700 военнослужащих в Харкеве именно уже имеют удостоверение в частных действиях, но будут еще, еще мобилизируются и будут еще, потому что они когда в процессе получили. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Стоп, стоп, стоп. Прошу прощения. Почему этот пункт не был предложен облсовету на прошлой неделе, когда они предлагали программу? Облсовет уже принял программу территориальной обороны для области. Не территориальной обороны, это поддержки бойцам, которые... Этот пункт включен. Да нет денег. Социальные программы помощи, прости, Павел, вообще не имеют отношения к обороне. Это другое, это социальные программы. Извините. Пособия, компенсации, это другая статья. У меня, я прошу прощения, вопрос, потому что время уходит. Вот, Сергей, скорее всего, к вам. Вы, по-моему, больше специалист. Вот когда разрабатывались программы обороны, ну, кроме обучения, навыкам, пользования оружием, именно оборона города как военного объекта, когда разрабатывался. Использовался ли опыт иностранный, ну, я имею в виду, опыт защиты городов из стран бывшей Югославии, израильский опыт защиты городов от внешней агрессии. И использовался ли опыт, ну, вы уже коснулись, если можно чуть расширить, украинских специалистов, которые, именно специалисты в области обороны городов как военных объектов. У нас такие специалисты, в общем-то, если я не ошибаюсь, есть, хотя их и немного. Спасибо. Хороший вопрос, спасибо. Плохих недель, извините. Извините, господа. Если говорить о специалистах в Украине обороны, да, мы работаем, то мы очень много жили в мире. У нас таких специалистов реально нет. Ну, те, кто имеет опыт зарубежных. специалистов даже зарубежного опыта у нас тоже такие. Потому что наши военнослужащие, да, то есть официально на каком-то возможном защите Украину, да, ну, и, скажем, в том числе субъекта города, стратегического объекта, они не имеют такого опыта. Бабыча. Те же самые господа, которые товарищи служили в Афганистане, в агреготворческой миссии, в Ираке и так далее, и так далее. Там нету, мы не имеем, извините, нету офицеров командного состава, которые бы представляли картину целиком. Есть бойцы, которые могут там обеспечить офицера укрепрайон размером там, нескольких кварталов, да, это тактическая задача. Речь идет о стратегической задачи. А специалисты такого уровня нет. Но, самое интересное, на наш взгляд, здесь нет ничего тому, чего нельзя сделать. Просто руководника, нормальные принципы самовышевания, самозащиты и, в принципе, какой-то объект. Если говорить о городе Харьков, это достаточно специфичен с точки зрения его обороны. Большая протяженность, большой объем, равнинные подходы, ну, в том числе и леса. Мы понимаем, с какой стороны может прийти наш противник. И, в принципе, по большому счету, Харьков это достаточно большая такая близкая крепость. Это реально, да? При наличии мобильных групп, стрелков, снайдеров, равнодомещиков из него можно превратить в розный карп. В три порядка. Одна проблема. Если бы этим системой занимались, если бы были подготовлены вот эти вот отряды территориальной обороны, те же рот, которые говорят уже больше года, но не чертать, что в Харькове не делается, это, кстати, претензии к областным местам тоже. На бумажке все красиво написано, покажите. Технические средства обороны. Технические средства, да. Много ли человек со своим там купленным боекомплектом 300-400 патронов смогут продержаться. То есть эти инженерные сооружения обороны? У нас, у нас, как общественности, нет никаких возможностей делать самостоятельные вещи. Даже если бы я хотел сделать ЕЖИ или там вот наши коллеги или какой-то завод с функцией, когда мы сделали выгодных налогов в ЕЖИ, но это был бы такой скандал, если бы мы где-то поставили. Нас бы сами первыми и арестовали. Здесь является конфликт. Спасибо, Денис. Да, извините. Имеет. Марина Гудриевна, депутат Совета. У меня к тебе к своему тезке вопрос. Скажите, пожалуйста, вопрос будет -замечание. Вы сказали, что вы обратились порядка к 60 депутатам. А ко мне вы обращались? Да, через Фейсбук. Через Фейсбук. Смотрите, почему я задал этот вопрос? Я очень благодарю вам за вот этот ваш труд. Но я вам могу сказать, зная юридические службы господина Кервиса, я вам могу сказать, что вам это вернут, и это пойдет не дальше, чем юридические отделы. Они будут искать все возможные способы для того, чтобы вам развернуть. Даже в чем? Я вам объясню. Я читаю, первое, мне попало ваш документ. Я читаю сразу, первое, в Эканавце Департамент коммунального господарства Харьковской Минской Рады, БОНПС в Харьковской области, ОСБУ Харьковской области. Какое имеет отношение с БОНПС и ОМБС в Харьковской области городскому средству? Он сразу же начнут, вы получите на вот это письмо, на вот этот ваш проект, вы получите раза в два больше отписку от Департамента юридического который возглавляет Габарин. Почему? Потому что цифры, которые здесь 15 миллионов на видео с построениями, они вам сразу скажут, где вы взяли эти деньги 15 миллионов. Цифра, откуда эта цифра? Она обоснована чем? Количество кадров, это изученный материал. Поэтому я вам как депутат рекомендую это доработать возможно с депутатами, с юристами, которые имеют отношение к Бурсовету для того, чтобы мы с вами здесь не получили в итоге очередной пшик и больше ничего. Поэтому я, как говорится, протягиваю вам руку помощи и предлагаю, чтобы это все-таки доработали и отправили туда реальный документ, которым будет трудно вернуть вам обратно. Спасибо. Ну, по-моему, хорошее предложение. Хорошее предложение. Для начала обратитесь в Горсовет, чтобы они согласовали со службой контроля за полетами полет дронов над города. Вы знаете, что службой полетов запрещен подъем над городом Хайковом любых летательных аппаратов выше, чем высота 24-этажного дома? Да, абсолютно верно. Как вы собираетесь контролировать территорию, если вы это не через Горсовет со службы полетов не решите? Просто для примера я могу специалистов приглашать. Мое обращение, депутатом Горсовета, обращение Кернесу и Новому о признании России, о поддержании вы знаете, вы знаете, о признании России агрессором, я уже получаю вторую отписку, вот сегодня я отправил очередное, причем отписка не о чем. Чтобы вы не получили то же самое, давайте как бы будем работать четко, и для этого я рекомендую вам еще связаться с Розинским Анатолием, депутатом Горсовета, который является юристовым, для того, чтобы отработать таким образом, чтобы у них, знаете, они над моим запросом очень долго трудились, почти месяц, чтобы отказать. Вот чтобы они здесь тоже очень долго трудились, но в итоге не дали нет или дали нет нам ответ, чтобы мы понимали, и мы тогда до общественности донесли, что Кернесу не хотят оборонять город. Справа в том, что, пан Дмитро, ситуация такая, что мы уже проводили майже месяц тому, три тижні тому мы проводили пресс-конференцию. Заявляли, обратились до специалистов, проекти, решения и так далее, программу надзвали всем громадским организациям еще на этапе до пресс-конференции. На этапе, когда мы ее презентировали, первый раз, это было 17, если у вас меня поправят, 17 травня, ой, травня, вибачте, березня, мы презентировали эту программу. Тобто, насправді, дивились много людей, ситуация в том, что, знаете, у нас много кто говорит зауважение и так далее, но дело в том, что довести до такого критичного момента, довести до того, чтобы это конкретно все принять, угодить и запропоновать действенную думку специалистов, ну, чомусь, мы говорили про этот месяц, и вот эта думка специалистов, как вы видите, сейчас снова возникают вопросы. Мы не хотим и не будем делать документы досконалами настолько, чтобы было ваще в МИСКОЙ Раде сказать «Ні». Мы не забираем всего этого делать, я поважаю час своих коллег и их усилия, свои також. Питание в том, что делать для того, чтобы МИСКОЙ Рад начали с МИСКОМ ГОЛОВОЮ. Документы, которые рассматривали, а не шукали причины, почему их не рассматривали. Через это мы должны быть чтобы поговорить, что делать, как реагировать, и что мы можем сделать, чтобы не работать на их юридический департамент. И это вопрос важное и принципиально. У каждого из нас есть свое видение, что мы должны делать. Для того, чтобы в какой-то период в Харкове МИСКОЙ Раде чула громаду, чтобы они почули каждого не только на своих транспаратах, чтобы они почули каждого в справе. Для того, чтобы усилия громадственности, которые делают частковую работу за них, были приняты, были опрацованы, а не лягли с топкой. Скажите, пожалуйста, после того, как, предположим, принято будет ваше предложение, сколько нужно времени на разворачивание эффективной работы? Приняли, через сколько времени в Харькове эффективная территориальная оборона? Секундочку. Приблизительно. Пункты программы, которые рассматривают первые же этапы до конца года. То есть, если ее поднимать... То есть, это старт, это долго, но это реальный старт, даже в многих пунктах, это просто старт реализации. Это даже не выполнение плана, это просто, чтобы запустить процесс. И мы должны понимать, что там речи прописаны, которые не делаются за один день, что мы не поднимали понятия. Когда мы говорим о том, что программа обороноздатности места, в которой мы можем радиться с фаховцами, особенно в Ягославии, сейчас была подготовлена программа окремных заходов, которые наиболее оперативно и реально можно втягивать. Я договорю. Все мы знаем, что даже программа эвакуации харкевьян из места, она исходит. Про качество ее мы на минулой прес-конференции с коллегами говорили. Не требовало... Мы не можем делать всю работу за величезный штат силовики, за величезный штат людей, что ухвалят вечно в этом месте. Мы говорим про то, что есть частково в межах компетенции в том числе. Но я думаю, что в месте за рахунок наших замоподатков мы получим величезную кількість людей, которые в день и ночь могли все эти годы працювать над программой реальной оборудовательности нашей комиссии. Виктория, во время Второй мировой войны оборону Харькова организовали за 10 дней. Это так, историческая справа. Так. Первый раз, когда они начинали. Смотрите, я вам говорю с точки зрения практика, а не с точки зрения теоретика. Вот я согласен абсолютно с Сергеем и Надежда только что говорила о том, какие споры вокруг рекламента. Поймите, вы все правильно делаете, абсолютно правильно. Но никто не будет за вас это делать. Я вам еще раз повторяю, никто, они будут искать повода, повода. А там поваров, я вижу, очень много, для того, чтобы вообще ничего не изучать. А сразу же с первой строчки вам отказать. Потому что документ подан некомпетентно. Поэтому я вам всего-навсего, как практик, который работает давно уже с компанией ЕПО, я вам говорю, что нужно делать документы, для того, чтобы им было трудно, скажем так, к чему-то придраться. Я не понимаю, что его надо изучать и... спасибо. Ребята, добро садись уже. Нет. Спасибо. Я? Я право. Идет. Вот скажите, принято, вот программа. субтитры, вот программа. Субтитры, 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 и походу мальчику терпички. То есть, это вот, это конкретно. Вот я, я знаю, я слушаю, конкретно я про все это.